Олег, все-таки ваша мечта осуществилась. Роклайн возродился. Мне куда смотреть? На вас? А на меня, да. Роклайн возродился. Чего стоило это? Чего стоило? Ну, это стоило больших убеждений. Убеждений того, чтобы стороны в новом тысячелетии, все его организаторы этого фестиваля, не пытались роклайн растащить по кусочкам и запретить его, а чтобы они все видели от этого реальную пользу, чтобы была польза не только им, но и Пермской губернии, и всей России, потому что роклайн теперь, ведь я уже много раз в прессе об этом читал, считается одним из лучших провинциальных фестивалей рок-музыки в России. Поэтому я совершенно твердо убежден, что этим надо гордиться. Я совершенно твердо убежден, что я на правильном пути, потому что есть очень много писем поддержки от совершенно разных людей. Есть очень много, есть очень много, это не один десяток тысяч подписей в защиту роклайна. Многие авторитетные музыканты и общественные деятели говорят о том, что роклайн нужен. Поэтому, несмотря ни на что, несмотря ни на то, что бы говорили, есть люди, которые говорят, что роклайн не нужен. Даже если точнее сказать так, что есть противники роклайна, но их несравнимое меньшинство, их очень мало. И часто это бывает в силу, ну, может быть, просто неприемлемости рок-музыки. На сегодняшний день сколько групп будет выступать точно уже? Точно 27 групп. Из заявленных? Из заявленных 239. Это получилось, что вчера в мечте отсеялось именно такое количество большое? Нет. В мечте же была Пермская двадцатка. Из 75 пермских групп, Перми и Пермской области, было отобрано 20. Вот из этих 20 выбрали 4 группы, которые сегодня выступают на роклайне. Заметьте цифра 75. Это очень большая цифра. Вот, действующих групп. А еще сколько таких, которые просто не прислали. Сейчас, общаясь буквально с ребятами, они говорят, что в основном это Перм, область Екатеринбург, а вот издалека, как раньше приезжали, вот таких вот нет. Вы можете это оспорить? Здрасте. Надо посмотреть релиз и программку. От Екатеринбурга всего 4 коллектива. От Перми 4 коллектива. Ну, плюс одна конгорская группа. А дальше пошли Челябинск, 2 группы. Удмуртия, 2 группы. Башкортостан, 2 группы. Омск, 2 группы. Бурятия, один представитель. Чукотка, Казахстан, Самара, Москва. Я считаю, что это очень хорошая география. Из дальнего зарубежья никто? Из Казахстана. А, из дальнего? Нет. Причем, заметьте, все приехали в Кунгур. Все приехали за свой счет. Ну, как за свой счет? Ну, комитеты молодежи отлатили им дорогу. Поэтому факты есть факты. Роклайн возродился. Единственное, не смогли вы отстоять, чтобы все действие проходило на горе, а само выступление на крыше стола гмита. Так и не пошла администрация Кунгурского района на уступки? Здесь даже дело не в администрации Кунгурского района. Здесь просто согласование на проведение руклайна именно на горе нужно получать в Москве. Существует закон о природе. Существует реликтовое растение, которое надо беречь, приумножать. Поэтому куда с этим попрешься? Да и мы сами любим природу. Поэтому руклайн на сегодняшний день, будем считать, приземлился с крыши на землю. Ничего, я думаю, плохого в этом нет. Энергетика сохранилась, интерес к нему сохранился. Я думаю, что слава о руклайне, о Кунгуре, она пойдет теперь очень и очень далеко. Мне бы хотелось, чтобы жители города Кунгура и Кунгурского района все-таки обратили на это внимание, положительное внимание. Они бы понимали, что это приносит и принесет в будущем огромную духовную ценность. Ну и даже не только духовную, но и материальную, я думаю. Если руклайн станет традиционным, если сюда будут приезжать люди, туристы, покупать ваши замечательные сувениры, ездить на экскурсии в пещеру, в Белогорский монастырь, я думаю, от этого будет только всем хорошо. И все-таки без спонсоров не обходится? Чем помог вам генеральный спонсор «Уралсфазинформа»? Нескромный вопрос. Помог своей поддержке. И поддержка причем в трудную минуту. А почему без спонсоров не обходится? Потому что, видите, мы же билеты не продаем. Вход и выход свободны. Поэтому приходится искать спонсоров, рекламодателей. Но это, в общем-то, обычный процесс. Олег, среди групп есть у вас любимчики? Нет, я люблю все группы. Я не имею права выделять кого-то. У меня есть свои личные симпатии, но я их не произношу открыто. Потому что я знаком практически со всеми музыкантами. Я могу критически сказать кому-то наедине их ошибки. И они это воспринимают. Ко мне очень много приходит людей за консультациями. Но вслух кого-то выделять я не имею права, дабы не обидеть другим. Олег, а если сравнить уровень групп в 97-м, 98-м и вот сегодня, насколько разный уровень? Жюри это, кстати, официально отметило, что уровень групп значительно выше в этом году. Как по мастерству исполнения, по представленному музыкальному материалу, по фантазиям, если можно так сказать. И также по представлению демонстрационных материалов. То есть в основном все идет на компакт-дисках. Это говорит о том, опять же, что рок-музыка популярна. Что касается моего личного мнения о рок-музыке, мне этот вопрос очень часто задают. Я считаю рок-музыку на сегодняшний день самым честным жанром современного искусства. Я считаю рок-музыку единственным жанром, который отражает максимально приближенные социальные явления, которые происходят сейчас в обществе. А потом это живое исполнение. Я сам музыкант и знаю, что нужно выйти живыми руками это все исполнить, спеть. И это будет честно. Дипломы, которые Вы только что приготовили, осмотрела, получат каждая группа или только наиболее отличившиеся? Дипломы лауреата получат все те, кто выступает сегодня. А все те группы, которые отмечены в жюри, и которые были в двадцатке в Пермске, которые не нашли сюда тоже, они будут отличены соответствующими дипломами. И благодарственными письмами. Еще последний вопрос. Аномальность Кунгурской зоны как-то помогла Вам сегодня или нет? Абсолютно точно. Я твердо верю в аномальность, в ту энергетику, которая помогает фестивалю. Не было бы энергетики, не было бы фестиваля. Это просто даже доказывать не надо. Меня, конечно, удивляет, что сами жители Кунгура не видят эту аномальность и не используют ее в положительном смысле этого слова. Мне кажется, что распространив слух об аномальности, здесь бы просто была бы мекка. Сюда бы народ приезжал и просто бы собирал бы камушки, вывозил бы отсюда их как сувениры. Покупал бы просто здесь землю, ну просто землю в мешочках. И оставлял бы у себя дома и говорил, что вот, видите, я был в аномальной зоне. Вот сегодня на призы вручаются замечательные камни из пещеры. Белый кольцит, правильно он называется, да? Вот. Который обработал замечательный Ваш завод Кунгурской художественной изделии. В нем написано, в группе такой-то, город Кунгур, рок-лайн, вы знаете, это все группы так реагируют на этот приз, просто замечательно. Они увозят с собой частичку Вашей земли. Вот. Вы просто просыпаете свое счастье иногда. Надо видеть, что у Вас здесь богатство лежит. И надо его использовать. Местная гордость – это очень важно.